Домодедово Включай меня в Москву, я вышел Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы вместе с вами приехали на ДТМ-2015 в Москве на Moscow Raceway Говорит Moscow Raceway, сегодня кульминационный день на трассе Moscow Raceway в рамках российского этапа серии ДТМ ДТМ-2015 в Москве Не, вообще чувствуешь себя так вот как-то по-спортивному Какой-то вот автомобильный, вот бензин, вот эти звуки Машины, кругом люди Кайф! Да, вот эта штучка на шее вообще дает тебе ход много куда В гонках участвуют всего три марки Это Mercedes, BMW и Audi Mercedes C Coupe, Audi RS5 и BMW 4 Они внешне выглядят как автомобили, но это настоящие гоночные болиды Участвуя в серии ДТМ, OCC и на 24-часовой гонке на Нюрнберг Ринг Норршлайфе BMW выступает вместе с новым премиальным технологическим партнером Shell Также с 2015 года Shell является единственным рекомендованным поставщиком моторного масла BMW Я буду сейчас ехать на пассажирском сиденье в одном из BMW M3 E30 Вот так вот, это классика Трасса действительно тяжелая Я ездил сейчас с Мишей Грачевым Он участвовал два раза в чемпионате России Вот Показал себя хорошо, но M4, конечно, быстрее Обошла нас как стоячих А M3, ну, это уже раритет Все, успеха тебе, да? В спорте? Давай, пока Увидимся еще Да, надеюсь, надеюсь Уважаемые друзья, сейчас мы находимся на самом треке И буквально через несколько минут начнется гонка DTM 2015 в Москве ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гонка на сегодня закончилась. Первое место выиграл Mercedes-Benz, а второе-третье BMW. Уважаемые зрители, сейчас будет эксклюзивное интервью с Августом Фарфусом. Пойдемте поговорим с ним. Я изначально хочу поздороваться с Августа. Доброе утро! Hi! Да, и хочу спросить, как прошла вчерашняя гонка? Как ты себя чувствовал перед гонкой? Что-то ожидал от нее? И как вообще все прошло? Была предквалификация, были тестовые заезды. Во время этих тестовых заездов они поняли, что у них что-то в настройках все-таки не то пошло. И потом еще пошел витер очень сильный. Поэтому пришлось начинать именно после первой квалификации сзади. И именно из-за этого, соответственно, они удалось... То есть это все-таки были технические неполадки? То есть это все-таки были технические неполадки, потому что пошла плохо. Но, в принципе, я принял правильное решение, потому что буквально доля секунды была на то, чтобы понять, куда двигаться, допустим, влево или вправо. Но я ушел в правильную сторону, и поэтому меня не задело. Не задело, да. И, впрочем, я на правильную сторону, и я решил походить в рамках без проблем. Помогает ли моторное масло автомобилю? Чувствует ли он, что мотор работает лучше и легче? Моторное масло ШАЛ. Да, моторное масло ШАЛ для мотора, как вообще. Собственно, хотел бы сказать следующее. На самом деле, партнерство между BMW и Shell берется начало, не знаю, много лет назад оно началось. И наши организации, организация BMW и Shell сотрудничает довольно долгое время. Конечно же, в рамках подготовки к гонке проводятся определенные инженерные работы, и также принимается внимание аспекты моторных масел. Но здесь нужно сказать, что ведется постоянная работа по техническому совершенствованию конструкции автомобиля. Также по увеличению его характеристик. И в автоспорте, конечно же, мощность и эксплуатационные характеристики болидов – это все. И в этом плане, конечно же, моторное масло играет важную роль. Потому что основным элементом автомобиля, болида, является двигатель. И двигатель, который не работает достаточно долгое время и не выдерживает эксплуатационные заявленные характеристики, он бесполезен. Потому что это главная деталь автомобиля. И так как существует требование в рамках нашей гонки, в рамках GTM, что двигатель должен иметь ресурс один год, то есть он должен продержаться год, то для этого нужны моторные масла действительно с высокими эксплуатационными характеристиками. И в этой связи просто хотелось бы отметить, что сотрудничество между BMW и Shell наиболее лучшим образом влияет на наши конечные результаты. И таким образом нам удается перенести этот опыт успешного сотрудничества в сфере технологий, в частности моторных масла, с автомотоспорта на работу, с конечным потребителем, то есть с обычным новым сериалом, мы покупаем масла, и на future goes back to the normal customer and the normal cars. Как ты чувствуешь себя сегодня перед гонкой? Какие ожидания у тебя? Day to day, new qualifier, new race, and they want to be on the podium, I want to win the race. Был ли он в Москве? Have you ever been to Moscow? Да, я был в Москве в прошлом году, был на Красной площади. Вообще, город мне очень понравился, хотел приехать сюда со своей семьей, пока не получалось. Тем не менее, хотел бы сказать, что у меня много знакомых россиян и русских, в частности есть некоторые друзья в Монако, и я думаю, что в принципе мне удастся так же. Хорошо, хочу пожелать победы сегодня, чтобы выиграл, и вообще победы в сезоне. Всего хорошего. I wish you to get the win today and to win the season, actually. Спасибо. 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 Ну что, давайте познакомимся с вами с заводскими командами Мевчинского концерта БМВ. Начинаем мы с портфель команды РПМ. Эту команду представляет праздник-реборщик Агусо Пашвус. Победитель и фон активисты, Виталь, чемпионы величинского концерта БМВ. А вот Мерседес выпустил новую спортивную линейку такси. Пришлёшь, пожалуйста, в контакте меня, хорошо? Да, 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 да. Как ты оцениваешь этот сезон, как прошла гонка сегодняшней? Сезон очень интересный, как всегда. В ДТМ вообще плотная борьба, это один из самых интересных чемпионатов в мире. Ну, а на мой взгляд, без преувеличения, можно сказать, что сегодняшняя гонка в этом сезоне стала самой интересной, потому что борьба шла до последнего поворота, мы видели обгон в борьбе за лидерство, очень плотный пилотон, гонку удалось. Плюс аварии, появление машин безопасности, много непредсказуемых элементов, отлично. Да, тоже считаю так. Посещайте наш канал, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, пока! Подписывайтесь на канал Дениса Рема.